Завершился девятый автопробег Союза журналистов Подмосковья. В этот раз он был посвящен Году экологии и назывался «Подмосковье-заповедное». Участвовала в автопробеге и съемочная группа телеканала ЛРТ. Об удивительной фауне, чудесах ландшафтного дизайна, тайнах Серпуховского, историко-краеведческого музея и о многом другом расскажет Яна Яковлева. Чистое Подмосковье! Река Ака, живописная природа близ города Серпухова. На теплоходе звучит гитара, щелкают фотоаппараты, идет экскурсия. Туристы скажут с берега. Но эта группа увлеченных людей не в отпуске, а на работе. Уже девятый год подряд подмосковные журналисты совершают коллективное профессиональное путешествие. Журналисты должны видеть мир. Они не должны иметь местечковой такой ограниченности. Они должны иметь возможность видеть, знать, получать из первых рук информацию, встречаться с интересными людьми, видеть потрясающие интересные объекты. Сначала своей территории, своего региона, ну а затем и всей страны и всего мира. Подмосковье заповедное. Так, созвучно с годом экологии, называлась программа путешествия. На машинах под флагами Союза журналистов, своих изданий и телерадиокомпаний команда более чем из 30 участников посетила национальный парк Лосиный остров, притянувшийся от Сокольников до города Щелково. Там экскурсия и знакомство с местными обитателями. Это маленький Бонифаций. Он попал в заповедник в возрасте четырех недель. Его привезли из Ярославской области. И люди говорят, что он отбился от мамы, когда переходил дорогу. В Сергиево-Посадском районе журналисты посетили уникальную и крупнейшую в России гидроаккумулирующую электростанцию. И обсудили технологию раздельного сбора мусора с представителями одной из клининговых компаний. Потом автопробег по Королёву. Главная цель – изучить благоустройство и озеленение городских улиц. Насыщенная культурными событиями программа ждала всех в Серпухове. Нас встречали именитые люди города. Серпухов – город купеческий. Было очень много цветов, хотя была зима 13 декабря. Сама Екатерина II встречала журналистов в Серпуховском историко-художественном музее и рассказывала свои воспоминания о городе. У участников автопробега также была возможность посетить святыни Южного Подмосковья, Владычный, Веденский, Женский и Высоцкий мужской монастыри. Пли! Заряжай! 22 июня, в день всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны, участники автопробега в Серпухове вместе с горожанами возложили цветы к памятнику воину-освободителю и познакомились с участником легендарного парада на Красной площади 1941 года. Площадь из Красной площади мы заняли оборону в районе Хинки. Тяжело было нашим ополченческим дивизиям сдержать фашистов. Фашисты рвались. Они хотели 7 ноября по Красной площади пройти, но мы не пропустили. Далее команда автопробега посетила хлебозавод. Журналисты своими глазами увидели, как пекут хлеб, узнали, насколько экологично его производство и какова история у Серпуховского предприятия. Если считать от времени основание предприятия, то оно основано в 1929 году. А потом снова дороги, снова переезды по бескрайним просторам заповедного Подмосковья и прибытие на финальную точку путешествия – в Приокско-террасный заповедник. Символично, что заканчивается автопробег, как и начинался на территории заповедника. На этот раз это место, где живет зверь, который находится на первой строчке Красной книги. Зубры – могучие, добрые и удивительно пугливые. Взрослые особи стараются держаться подальше от людей, как будто знают о том, что когда-то их почти полностью истребили. Это животное было спасено от полного исчезновения благодаря деятельности питомников. Сейчас численность их мирового поголовья около 4,5 тысяч. Глядя на то, как возрождается популяция этого символа лиственных лесов, хочется верить – человек сможет жить в гармонии с природой.